Дарова ребята, значит смотрите, я вам уже в принципе поверхностно об этих фишках рассказывал, но решил сегодня отдельным видео, вот будет только посвящено новогоднему ангару, как правильно его выключить, как правильно из него выйти, потому что 11 числа, 11 января в 9 утра он у вас выключится автоматически и все что вы тут не успеете сделать, оно так и останется, что вы не успеете сделать. Начнем с того, что я хочу наглядно вам показать про задачи Чака, заходите в задачи Чака, можете так зайти, то есть кликнуть, блин, вы наверняка это знаете, что я ваше время трачу, да, либо кликнуть по Чаку, либо кликайте вообще по любому элементу и выбирайте здесь внизу задачи Чака. Ребят, я выполнил уже 20, сколько, блин, где показывает-то, а вот, я выполнил уже 31 задачу из 32, вот, и 9 числа будет доступна последняя задача, они у меня здесь почему-то перестали отображаться, но имейте в виду, если вы не выполнили там, допустим, 15 задач из 30 или вообще не приступали, они выполняются все параллельно. Вы за один день можете, если напряжетесь, все закрыть задачи, вот за эти задачи вы получаете сундуки, там он, Чака, то есть его по-другому никак потом получить нельзя будет. И самое главное, вы получаете скидку на прокачиваемую технику. Значит, смотрите, то, о чем я вам уже говорил, техника второго уровня, 100% скидки, самый дорогой танк это итальянский М14-41, выбирайте на него скидку, активируйте ее, все. Вторая скидка тоже итальянец, М15-42, выбирайте. Третью в душе не помню, вчера в видео говорил, сейчас не буду искать, просто выбирайте любой танк, который на ваш взгляд там может, ну, можете сами поискать, какой дороже всего стоит. Любой абсолютно. В принципе, скидка 100%, вот, поэтому за что купили, за то и продаете. Ну, например, вот, Б1 я выберу. Активируйте. Дальше скидки уже идут не 100%. На пятый уровень идет скидка 80%, здесь самый дорогой американский тяж, это Т1 Heavy. Выбирайте на него скидку, активируйте. Это если вы хотите пофармить. На шестом уровне Японец УИ. В смысле... Тяж. Алло. А, он у меня есть, сорян. Туплю. Если у вас есть, вы можете другой танк выбрать. Опять же, выбирайте тот, который подороже. Блин, ну, наверное, тяжи какие-нибудь подороже здесь будут. Любой. Ладно, потом выберу. Самое главное, вы должны закрыть вот эти вот все слоты до конца действия новогоднего ангара. То есть до 11-го числа. Так, сейчас я посмотрю. Секунду, средние танки. Что я хочу купить, например. А из тяжиков. СТ-1, Эмиль, Конь, Мойтхин, М103. Берет М103 неплохой стал. Вот я на него выберу скидку. Вы скидку должны выбрать сейчас. Выбирайте на ту машину, какую вы хотите. Само собой, на меня вам ориентироваться совершенно не нужно. Вот эти вот скидки в 40% я выбираю исключительно, отталкиваясь от того, что я могу захотеть в будущем. Ну, например, Т-32. Верю в него. Не знаю, что-то вот захотелось мне американцев покачать. Из седьмого уровня вряд ли я вообще когда-либо что-либо буду покупать, да? Ну, вот ЦС-44 выберу, может быть, АТ-7. Не знаю, вот чувствую, потянет меня на нее. Ну, и здесь тоже что-нибудь ткну. Буги, Хумель, Арл. Уже все такие танки страшные. Ой, М44, говорят, имбочка. Вот эту машину я не буду продавать. И, соответственно, когда вы зайдете потом в ветку прокачки, в исследование, да, вот где я тут итальянцев щелкал, видите, у вас отображается скидка на танк. И эта скидка уже никуда не денется. У меня тут на некоторые танки скидка висит еще с того года. Я тоже так вот ускоренными темпами кликал. Вот, я не помню, где она эта техника. Но она, по-моему, тут до сих пор даже отображается, как скидка на нее. В общем, купить вы сможете чуть позже, не обязательно до 11-го числа покупать. Вот эти скидки, они у вас сохраняются. Странно, я вроде бы на американцев сейчас скидку применил. Я слепой или я ее не вижу? Вот, да, Т32, М103. Видите, они дешевле стоят. Вот эти скидки, она будет действовать очень долго. Я, может быть, даже всегда. Я не знаю, тут нигде не написано, через сколько их отключают. Но в любом случае, если вы какую-то скидку выбираете, скорее всего, вы эту машину в ближайшее время прокачаете и купите. Из 10-го уровня, вот в задачах Чака, я, конечно же, рекомендую, когда вы откроете скидку 20% на танк 10-го уровня, рекомендую сюда Ливандовского брать, если его у вас еще нет. На битве блогеров вам пригодится. Кстати, вступайте за нашу команду Старая Гвардия. Вспышки Юши. Второй момент, ребят, связан он с атмосферой праздника. Вот сюда заходите, соответственно, елку, вот это все вы прокачали, у вас атмосфера сейчас наверняка у большинства 10-го уровня. Соответственно, награды за все это вы получили новогоднюю технику. Показываю еще раз, как сюда попасть. Вот, нажимаете атмосфера. Да, давайте прям с ангара еще раз. А, прям жестко, атмосфера. Награды. Внизу кнопка новогодняя техника, возможно, вы не знали. И вот сюда, в слоты новогодней техники, вы помещаете те танки, на которых вы хотите играть. Сейчас раз в полчаса вы можете эти танки менять, пока идет еще новогоднее наступление. Когда оно кончится, вот здесь танки можно будет менять один раз в сутки. Или за 100 тысяч серебра вы сможете менять эти танки когда угодно. Но каждый раз придется платить по 100 ксарей. Это слот чака. Здесь вы можете еще и выбирать, какой бонус. Ну, я вот качаю танкистов. Смотрите, вот все танки, которые будут в этих слотах находиться, играя на этих танках, и раз в сутки вы можете эти танки менять, напоминаю, бесплатно. Вы будете получать максимальный бонус, который вы смогли прокачать за время действия новогоднего наступления. Для меня максимальный бонус 50%. Теперь смотрите, какая вещь, от которой многие пугаются и плачут, не понимают, что делать. Снимаем игрушку. Ну, атмосфера у меня сразу падает на 9 уровень, и я получаю бонус кредитом всего 42%. И все блогеры говорят, в том числе и я, в последний день, 10 числа, разбирайте все елки свои, все снимайте. Видите, уже плюс 50%. Все снимайте. Вот застолье, все снимайте, бейте. Ваша задача прокачать коллекции. Как можно больше прокачать коллекции. Значит, ребят, смотрите. Здесь важный момент. Я разработчикам задал этот вопрос, они сейчас мне, когда конкретно скажут, да, то да. Но, еще раз говорю, вот техника, которая у вас в слотах, в новогодних будет, вот тут вот, она будет получать кредитов. Вот у меня сейчас плюс 50% кредитов играет на вот этих вот танках, в этих слотах, во всех. Я их раз сутки могу менять. Если я снимаю все, то на время действия новогоднего ангара у меня будет тот показатель фарма, который я с учетом того, что снял. Но как только действие ангара закончится, выскочит максимально прокаченное мной число за время действия новогоднего ангара. Понимаете, да? Я почему в этом так уверен? Потому что в том году ровно те же самые условия были. Вот в 2020 году, с 2019 на 2020 год, когда было новогоднего отступления, вот все то же самое было. И действовали скидки. Даже если вы полностью разбирали елку в последний день, то после отключения новогоднего ангара вам давалось вот все. Поэтому ваша задача сейчас это прокачать, во-первых, все слоты открыть до 10 уровня, если вы на десятках, разумеется, играете. Вторая задача это получить максимально доступный бонус. Больше всего бонуса дает прокачка вот этих вот коллекций. Смотрите, что самое интересное. Если мы наводим на подсказку, мы с вами видим, что бонус коллекции дается за 72 игрушки в коллекции и более. При этом смотрите, там от 24 до 42, от 43 до 71. Оценивайте примерно, сколько вы успеете нафармить в каждой коллекции. Каждая коллекция это 1% дает. Видите, вот он он, желтеньким вот тут вот сейчас будет выделен. 4%, но это множитель. Елка 10 умножить на 4, получаем 40 плюс 10 от больших украшений. Итого 50% максимальный. Если здесь будет 0,7, соответственно, уже когда мы умножаем на 10, будет поменьше, там 37. Теперь смотрите. Важно. На первом уровне, на первом уровне у нас игрушки 13 всего штук. На втором уровне тоже 13 штук. На третьем уровне тоже 13 штук. И на четвертом уровне 13 игрушек. И, скорее всего, большинство из них вы уже закрыли, когда просто открывали малые. Может быть, вам повезло, вы покупали или вам дарили большие коробки, вы их тоже открывали. Здесь все то же самое. При этом игрушек пятого уровня аж целых 40 штук. Поэтому самым лучшим способом закрывать коллекции будет, соответственно, в коллайдере генерировать игрушки пятого уровня. Теперь смотрите, как правильно это делать. Так как у вас нужно все коллекции закрывать, и в каждой из них по 40 игрушек пятого уровня, да, умножьте 4 на 4, получится 160 украшений пятого уровня. Для того, чтобы максимально выгодно это закрыть, вам надо сделать так. Вы в коллайдере выбираете пятый уровень и рандомную коллекцию. Все. Здесь ни тип украшений, никакого не выбираете. С вероятностью огромной у вас будет генерироваться та игрушка, которой у вас нет. Как только вы выбираете конкретную коллекцию, конкретную эту, сразу цена, видите, как сильно возрастает. 1080 против, блин, случайной. Вот, если что, случайной. Вот. И здесь тоже случайная коллекция. 360. Плюс у вас есть антиповторитель. Антиповторитель. Используйте их, пожалуйста, все до конца года. У меня, к сожалению, ну, все игрушки уже скрафтены, поэтому я антиповторитель не могу. Большие украшения у меня также все есть. Генерируете за 360 осколков игрушку. Вот она у вас появляется, да. После этого она у вас уже, если ее не было в коллекции, она автоматически попадает в коллекцию. То есть, вот здесь она уже отобразится, как то, что вы ее выбили. Идете спокойно в коллайдер, в осколки. Сейчас. Выбираете, допустим, эту игрушку. Допустим, мне сейчас с колпак Санте выпало. И смотрите, разбиваете его за 250 осколков. Тут же, вот как сгенерировали, вы елку уже не наряжаете. Если, конечно, она у вас еще 10 уровня не была. Ну, если вы ее докачали до 10 уровня, с каждой сгенерированной игрушкой вы тут же нахрен бьете. За 250 осколков. Итого, генерируете за 360, бьете за 250. Получается, что вы тратите на одно украшение 110 осколков каждый раз. Поэтому свои осколки распределяйте максимально эффективно. Вот. Таким образом, ваша задача закрыть в каждой коллекции и постараться по 72 игрушки. Или больше. Но лучше, конечно, распределить максимально равномерно. Потому что из каждой коллекции буст, ну, он как бы имеет значение, чтобы в каждой коллекции у вас было как можно выше набрано количество игрушек. Таким образом, вы достигнете под конец максимального количества фарма. И до конца января, а январь у нас 28 числа, выходит, скорее всего, патч 1.11.1. И там же и отключится вот этот вот новогодний ангар. И, соответственно, вот именно вот в таком вот виде вы должны подойти. 10 числа вы снимаете все со своих елок, там, дворика, со всего. Вот эти все украшения, которые у вас стоят. Все снимаете, их хреначите, разбиваете. Ваша задача как можно больше игрушек в коллекцию собрать. Вот. Получается как-то так. Теперь, что касается коробок. Если вы какие-то коробки забыли открыть, они автоматически, перед тем, как ангар выключится, откроются. Если малые коробки вы забыли открыть, все их содержимое при следующем входе в игру, они автоматически откроются. И когда вы зайдете в игру, вот здесь вот в центре уведомлений, вы увидите, что у вас начислено там столько-то, 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 этого, этого, этого. Кстати, не забудьте, что 31 числа заканчивается королева моих, уникальный член экипажа. Ее нужно до 31 января рекрутировать, если она у вас есть. Ну, это так. Просто напоминание. Ох, вроде бы все, что хотел рассказать. Вот, смотрите, казалось бы, информации мало, но когда пытаешься ее подробно изложить, уходит много времени. Все, ребят, Новый год подходит к концу, даже немножко грустно. Вот, но с другой стороны, безумный рандом станет более адекватным. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok